Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Сегодня передо мной Надежда Валентиновна Шубина – аллерголог, иммунолог. Дело в том, что все больше и больше обращений поступают от слушателей, от моих знакомых, вообще, в принципе, от людей. Чаще мы слышим о том, что аллергия прогрессирует. То есть, каждым годом все больше ребятишек рождается с предрасположенностью к аллергии, натиленные продукты, препараты, состояние атмосферы. Поэтому вот Надежду Валентиновну пригласили сегодня, чтобы разобраться так ли это, и с чем приходят пациенты. Здравствуйте, Надежда Валентиновна. Здравствуйте, энергии слушатели. Итак, расскажите, да с чем приходят к вам пациенты, с какими вопросами обращаются? Я согласна с вами, что рост аллергопатологии сейчас идет повсеместно, в том числе и в нашей Кировской области. Группа заболеваний, входящих в понятие, значит, аллергопатология, она широка и разнообразна. Очень часто обращаются на прием пациенты с заболеваниями органов дыхания. Уже с заболеваниями? С заболеваниями органов дыхания. Значит, это и врачи, допустим, к которым они обращаются, могут не всегда сразу разбираются, допустим, что это за патология. Или же это респираторная инфекция, или же это уже аллергический компонент, допустим, какого-то более серьезного заболевания. Вы говорите уже, то есть аллергия может быть последствием какого-то другого заболевания? Ну, почему бы и нет? То есть, понимаете, как бы, если часто идет диагноз, допустим, выставляется респираторная инфекция, это не значит, что это есть именно так и есть. То есть врач может ошибаться. Вот. И в конечном итоге у такого человека или у такого ребенка может развиться абструктивное состояние. То есть... Поясните, что это такое. Абструктивное состояние – это затруднение при дыхании. То есть это свисты на расстоянии и так далее. Значит, и, значит, чем приходят люди, жалобы? Конечно, это в первую очередь длительная заложенность носа. Значит, который... То есть то, что мы называем в народе гайморит? Ну, нет. Нет? Нет, конечно. Гайморит – это острое состояние, а здесь заложенность носа, она длится долго. Понимаете, она может длиться месяцами, у некоторых даже годами. То есть они лечатся, но не всегда успешно, такие пациенты. Ну, это зачастую просто оставляет носом отек, да? Что, ну, вот якобы у меня это патологически есть, ничего с этим не сделать, поэтому пусть будет... Ну, можно сказать, что так. И затем это заболевание, оно осложняется уже кашлем. Кашель какого рода? Приступообразного характера. Может быть волнообразного течения. Может сопровождаться, значит, усугубляться, вернее, при физической нагрузке. Не всегда сопровождается повышением температуры. Значит, усиливается при перепаде температурного режима, при перепаде влажности, иногда при воздействии эмоционального фактора. Я перечислила симптомы респираторного аллергоза. То есть если кто-либо из слушателей узнает свои симптомы, пожалуйста, приходите, мы разберемся. То есть вот такие состояния, они могут осложняться затем абструктивным состоянием. То есть это что такое? Это вот затруднения при дыхании. То есть есть свисты на расстоянии и так далее. Если не разобраться в причине абструктивного состояния, то оно будет рецидивировать, понимаете? То есть мы можем купировать на данный момент... Вроде как вылечились, да? Да. Оказалось, что нет. Это на данный момент. Мы купировали это состояние, но оно рецидивирует. То есть оно не прошло. То есть мы не повоздействовали на причину. Похоже так. И поэтому, значит, если доктор будет, допустим, назначать только пульмикорт и бирадуал... Это что такое? Ну, это вот препараты такие ходовые, самые-самые такие распространенные для лечения абструктивных состояний. Они по рецепту или не по рецепту? Ну, они по рецепту, конечно, идут. Но вот получается, что ребёнок или взрослый, он получает эти препараты, а лучше ему не становится, понимаете? То есть состояние рецидивирует, и поэтому такой больной не ощущает себя здоровым, понимаете? Он постоянно в состоянии ожидания. Вот. И, соответственно, значит, чтобы разобраться, что явилось причиной, соответственно, абструктивного состояния, нужно сдать ряд анализов, посмотреть. Может быть, это гельминтоз вызывает какой-то аллергический компонент. Сразу объясняйте. Ну, то есть мы должны разобраться, в чём причина. Или это аллергический компонент ринита. То есть мы сдаём анализы и там смотрим. Значит, если мы предполагаем аллергический компонент ринита, мы сдаём, допустим, скарификационные или прик-тесты. Если, допустим, это идёт переоцветение, и нельзя сдавать скарификационные пробы, пожалуйста, мы можем провести панели со специфическими иммуноглобулинами Е. То есть посмотреть, значит, есть или нет какая-то реакция, насколько она выражена у данного больного. Мы ищем аллергический компонент. Значит, если же предполагаем гельминтозу, соответственно, мы обследуем на гельминты. Там антитела, значит, клямлием сдаём, антитела каписторхам, трихиналам, токсикарам и хинококам, соскобы трёхкратно. Это вот я вам как бы так это вскользь быстро перечислила то, что обычно сдаётся для того, чтобы дифференцировать состояние. Да, извините, я вас здесь прерву, потому что необходимо пояснять анализы. То есть первую версию мы высказали, первые симптомы, которые мы с вами сегодня разбираем, это, будем называть, патологические нарушения, скажем, затруднения дыхания ввиду насморка постоянного, который может быть, может не быть, может проявляться, может не проявляться. Это время от времени возникающий кашель. То есть это всё могут быть, может быть, симптомы... Это не всегда, не всегда ОРЗ. Не всегда ОРЗ, это может быть аллергия. Да, конечно. Да, и давайте теперь поясним про тесты. Тесты и анализы, которые можно и хорошо бы сдать, да, если есть подозрение на аллергию. Вы сказали про тесты, либо пробы. Что это такое? Вот, пожалуйста, если вы, значит, сдаёте, то есть приходите в какой-то диагностический центр, допустим, в платный, тогда вы сдаёте панели. Если вы идёте в диагностический центр, где врачи принимают бесплатно, вы можете сдать вот там эти анализы. То есть это зависит от того, куда вы идёте, значит, и насколько возможно в данный момент, допустим, насколько позволяет ситуация, допустим, если идёт цветение, мы не имеем права назначать аллергопробы. Цветение чего? Ну, цветение, вот деревьев мы ожидаем, да, то есть впереди. Весна. Весна, да. Вот, и, соответственно, значит, вот сдают анализы такие. Значит... И ещё вы упомянули понятие панели. Что это такое? Объясните. Ну, это объединённая как бы группа аллергенов, которые объединены какой-то определённой областью. Тематикой группой. Да, значит, воздействия, допустим. Респираторные аллергены. То есть мы смотрим... Всё, что можно вдыхать. Да, конечно. И, значит, уже напротив каждого будет, значит, этого аллергена, мы видим, какая реакция на тот или иной, значит, аллерген, и выражена она у данного больного или нет. А если мы говорим, опять-таки, возвращаясь к симптомам, которые мы с вами сейчас обсуждаем, это насморк и кашель, обязательно ли это респираторный аллерген, либо это может что-то другое вызвать? Ну, чаще всего всё-таки это респираторные аллергены, но я говорю, что, оговорилась, что, может быть, это гельминтные какие-то инфекции, то есть аллергический компонент, откуда он взялся. То есть вот мы дифференцируем. И когда мы это понимаем, когда мы, доктор, значит, дифференцирует, что это, он повоздействует на причину, и тогда следствие уходит само собой. Как вы выясняете, пришёл к вам человек вот с указанными сложностями, указанными проблемами, как вы выясняете, что это аллергия именно? Вот мы сдаём анализы, я об этом и говорю. Через анализ? Да, конечно. И симптомы, они определённые, конечно, при этих заболеваниях, которые же доктор, собственно, должен знать. Кроме того, очень много приходит пациентов с жалобами на высыпания различного рода. Значит, они могут провоцироваться самыми различными факторами. То есть... Вот пищевых, наверное, да? Ну, конечно. Там много, допустим, аллергенов, которые могут вообще провоцировать те или иные проявления на коже. Они могут проявляться, значит, в виде атопического дерматита. Или же более тяжёлого состояния, такого как токсидермия, в виде острой хронической крапивницы, в виде отёка к венке. Ну, можно... Давайте тогда немножко остановимся. Давайте остановимся, потому что это интересно. Да, более подробно, значит, на атопическом дерматите. Что такое вообще вот за заболевание, да? Атопический дерматит – это мультифакторное, то есть имеющее под собой такую широкую природу, да? Хроническое воспалительное заболевание кожи, которое возникает в результате, значит, развития или атопического, значит, в результате атопического механизма, или же неатопического механизма. Что такое атопический механизм? Значит, что такое атопический механизм? Это, значит, когда есть иммунная фаза. То есть, допустим, есть сенсибилизация на точной клетке. Чувствительность. На это самое появляется иммуноглобулин Е. Повторно, когда подходит, допустим, к респираторному тракту или коже, допустим, аллерген, что происходит? Происходит реакция антиген плюс антитело. Идёт выброс БОВ. Это биологически активные вещества, которые вызывают у нас проблему на коже. Она может появляться в виде каких-то шелушений. Шелушения, гипермия, краснота, да, конечно. Значит, атопический дерматит – это достаточно широко распространённое заболевание. Значит, считается, что от 20 до 40% оно занимается в структуре кожных заболеваний. Оно не заразное? Нет, конечно. В патогенезе атопического дерматита важную роль играет наследственность. Допустим, если у двоих, у обоих родителей, значит, есть это заболевание, тогда считается, что до 80% рождённых от них детей, значит, могут страдать этим заболеванием. Если один родитель, тогда где-то около 50%. И наиболее часто передаётся заболевание, в полтора раза чаще бывает, значит, если больна мать. Надежда Валентиновна, я слышала, что бывает такое, что атопический дерматит проявлялся в каком-то возрасте в течение года-двух, к примеру. Потом он пропадал. Это возможно? Это реальная ситуация? Ну, а почему нет? Конечно, его же лечили. Если его лечили, конечно. Вообще считается, что атопический дерматит сейчас, ну, как бы по последним таким данным, что он всегда протекает с поражением внутренних органов. То есть, что до 97% встречается патология желудочно-кишечного тракта при атопическом дерматите. И чем дольше он течёт, тем больше вовлекается в процесс уже патология, идёт патология со стороны органов дыхания. То есть, это что? Аллергические реносинуситы, аденоидиты, атиты. И если не лечить их, то дальше идут уже процессы, как бы, в виде аллергических лирингитов и, собственно, самой бронхиальной астмы. Ну, если, как бы, рассматривать, значит, с диагностической точки зрения, существуют несколько, есть такие критерии, которые носят название по автору Ханфина и Райка. То есть, хроническое, первое, это хроническое рецидивирующее течение, кожный зуд, характерная локализация для определённого возраста. Допустим, если это малыши, там грудной возраст идёт локализация. Это ещё и щёки, лоб, то есть лицо в основном, и разгибательные поверхности, значит, да. Руки, под коленками. Ножки, да, совершенно верно. И, значит, у взрослых это в основном уже локализация по очагам хронической такой инфекции. То есть, это что? Локтевые сгибы, подколенные ямки, может быть, шея, то есть, естественные складки кожи. И последнее, это наличие аллергических заболеваний у родственников или же аллергических заболеваний у самого больного, который страдает атопическим дерматитом. И считается, что достаточно трёх критериев, значит, для постановки такого диагноза. Значит, если рассматривать, ну, как бы классификацию, там немножко так коснуться этого, значит, по возрасту различают, значит, несколько форм. Это младенческая форма, которая идёт от нуля до одного года, одиннадцати месяцев, практически до двух лет. Довольно часто встречается. Да-да-да, совершенно верно. Значит, она носит название эритоматозно-сквамозная, хотя, вот, понимаете, невозможно сказать, что это вот действительно прям вот только такая форма, больше другой нет. Если, допустим, атопический дерматит течёт на протяжении всего года, первого года жизни ребёнка, то мы на втором году уже можем видеть лихиноидную стадию. Что это значит? Ну, то есть, вот такая исчерченность поперечная будет, то есть... Ну, последствия, естественно, образно возникающие. Ну, да-да, совершенно верно, это гиперкератоз, вот проявление гиперкератоза. Вторая форма – это детская форма, которая идёт с двух лет до одиннадцати лет, одиннадцати месяцев, то есть это практически до двенадцати лет. Она называется эритоматозно-сквамозная с лихинизацией. И вторая форма – это лихиноидная, это детская, да? И последняя – это подростковый возраст, это дети старше двенадцати лет. Значит, первая форма – это пуригенозная. Значит, что мы здесь видим? Это сильный зуд, папулы, расчёсы у такого ребёнка, значит, могут быть. И, соответственно, вторая стадия – это пуригенозная с лихинизацией. То есть уже вот эти очаги хронической инфекции, вот эта поперечная исчерченность, она становится выраженная, значит, и хорошо заметная. Значит, по объёму, по захвату территории, значит, различают ограниченный атопический дерматит. То есть который локально проявляется... Да, совершенно верно, это меньше 50%, да. Значит, распространённый – это, значит, территория где-то от 50 до, ну, 70%, скажем, вот. И диффузный, где процесс захватывает практически все кожные покровы. Ну, такие, конечно, больные встречаются, но не так часто, но бывает и такое. Значит, и по стадии, значит, это обострение... Это, наверное, третья совсем запущенность, да? Да, конечно, сейчас я ещё скажу об этом. Значит, и по стадии, значит, это обострение, ремиссия или неполная ремиссия. И по степени тяжести, значит, лёгкая степень – это обострение 1-2 раза в год. Средняя степень... Это сезонность какая-то в этом есть? Ну, вообще считается, что любое, да, совершенно верно, что любое хроническое заболевание, оно обостряется сезонно. Это весна, осень. Вот. Ну, в данном случае я считаю, что это может быть связано даже с тем, что просто как бы ограничение солнечной активности, оно даёт больше вариант выхода на кожу процесса, понимаете? Это из-за недостатка витаминов? Нет, это из-за недостатка УФО-облучения, потому что УФО-облучение, оно обладает дезинфицирующим средством. Ну, как бы... Которое затормаживает некоторые процессы, да? Да, да, да. Проявления, вот, допустим, на коже, они могут быть менее выражены, допустим, летом и более выражены вне отсутствия, вот, допустим, в отсутствии, вернее, УФО-фактора. Да, по сути, болезнь никуда не ушла, просто она не так ярко проявляется, она дремлет в нас. Да, да, да. Средней степени тяжести, значит, это 3-4 раза в год. Вот, и, значит, тяжелой степени, это большие, когда поражены большие территории, большие объемы, и достаточно, ну, как бы, заболевание течет ригидно, то есть постоянно высыпания, они практически не проходят у такого больного или у такого взрослого. Вот, ну, что касается, допустим, лечения, что касается лечения... Лечения либо на профилактике, давайте еще становимся поподробнее. Конечно, профилактика, она, конечно, нужна, но к нам попадают, допустим, уже с каким-то обострением, с каким-то уже заболеванием и диагнозом. Вот он пришел, и, значит, больной, нужно ему помочь. Значит, конечно, это, во-первых, это диета, конечно, элиминационная диета. Диеты различаются по возрасту. Если это ребенок до года, то там чаще всего опять непереносимость белка, коровьего молока. Почему? Потому что молекула крупная. Когда она проходит через стенку желудочно-кишечного тракта, то что? Она очень часто дает проявление потом на коже, да? Мы видим опять высыпание у такого ребенка. Вот. И вот эти элиминационные диеты, если, допустим, ребенок находится на естественном вскармливании, то есть на грудном, она должна быть у матери тоже. Безусловно. А при переходе на, скажем так, обычную пищу на искусственную? Да. А при искусственном вскармливании там, значит, что у нас идет? Значит, здесь уже, допустим, если есть проявление у матери, но нет пока проявления у ребенка, да? Используются смеси. Это такие, так называемые, частичные гидролизаты. Вот. Значит, белка коровьего молока такие, как там. То есть это ГА, гипоаллергия, нан-ГА, гумана-ГА и так далее. Значит, как бы я не буду тут останавливаться на их так уж подробно. Значит, то есть принцип главный, значит, понять, да? И второй момент – это когда заболевание уже, допустим, у нас и у ребенка есть. И, допустим, зависит уже от степени тяжести и выраженности процесса. То есть при обработке белка коровьего молока идет его расщепление. То есть существуют сывороточные гидролизаты, они более крупные молекулы, да? Значит, на более крупные молекулы расщеплена, допустим, это белковая единица, или вот этот белок коровьего молока, да? И, значит, казиновые гидролизаты. Там максимальное расщепление идет. Значит, для легкой степени и средней степени это сывороточные гидролизаты, Для более тяжелого этого тоже казейного. Подождите, поясните, пожалуйста, эти гидролизаты откуда они берутся? Это вот гидролиз белка коровьего молока, расщепление. То есть они в организме находятся? Нет-нет-нет, это смеси, которые мы покупаем. Значит, допустим, ребенок на искусственном вскармливании, он болен, грудью мать не кормит, а молочное что-то надо. Мы же не можем растить ребенка, правильно, без кальция? Конечно. Ну вот, потому что это же связки суставы и так далее, и костная ткань. Слушайте, так это же прекрасный выход для тех, у кого аллергия есть на молочные продукты, на коровье молоко. Совершенно верно. То есть можно добавлять эти гидролизаты, привносить их в питание, и это просто устранит проблему. Да, конечно. И, значит, плюс медикаментозное лечение, которое, значит, используется для лечения атопического дерматита, это увлажнение, конечно, так называемые эмоленты, которые используются два раза в день, значит, они предшествуют атопическим глюкокортикостероидам, потому что атопические глюкокортикостероиды используются обязательно для лечения атопического дерматита. Затем, значит, и антигистаминные препараты. То есть если долго не проходит, допустим, процесс... Долго это сколько? Ну, то есть вот мы лечим, мы стараемся, да, не получается, значит, как была такая стадия, допустим, да, средней степени тяжести, она никуда не продвигается, ни в какую сторону, допустим, а может быть, даже переходит в более тяжелую, то есть, значит, мы где-то что-то, может быть, делаем неправильное, да, может быть, аллерген не выявили, может быть, значит... Боремся не с тем. Может быть, боремся не так. Тогда мы добавляем еще вот такие препараты, если ингибиторы кальцио-неврина. Значит, это препарат пимикоролимус, который назначается детям, значит, вот, допустим, с трех месяцев. Это однопроцентный крем. Вот. Препарат носит название Элидел. Значит, и... Его выпуск, то есть его продажа ограничена, то есть могут все его купить, или это исключительная прицепка врача? Нет, конечно, если это необходимо, назначает врач, и потом больной уже, значит, ну, там, или родитель больного, да, идет в аптеку, выкупает это лекарство, это лекарство, этот препарат. Из двух лет, значит, токролимус. Это две мази, значит, одна, там, это группа дженериков, да, значит, как и везде, токропик и протопик, как вот основной препарат. Значит, он существует в виде, это мази, ноль, ноль, трехпроцентная или трехсантипроцентная мазь, это, значит, более мелким деткам таким, младшего возраста, и уже более, в более старшем возрасте ноль, однопроцентная мазь используется. Наносят его, значит, два раза в неделю, считается, что не надо наносить более шести недель, значит, это самое, и препарат считается, что удлиняет период ремиссии в шесть раз, значит, у таких больных. Поэтому используется вот в таких более тяжелых случаях. Нажима Валентин, насколько реально единожды, скажем так, победив атопический дерматит, что он больше не вернется в жизнь человека? Вы понимаете, если вы выявили аллерген, вы можете даже, вот, знаете, лечебное средство – это только то, что нам ускоряет течение процесса выздоровления. Вы можете одной диетой вылечить такого человека и такого ребенка. То есть только диета? Только диета, абсолютно, абсолютно. И наоборот, если вы не выявили аллерген и пытаетесь лечить там глюкокортикостероидами или, может быть, там даже, это самое, какими-то препаратами. Это все только временно? Да, конечно. Это будет временно и потом опять возникнет. Вот, допустим, очень часто бывает, назначают там дерматологи, допустим, да, назначили мазь, видят высыпание, назначили мазь. Да, хорошо, мы полечились, все прошло, но как только прошло это самое, да, мы использовали этот тюбик, извините, и у нас опять высыпания появились и опять на том же месте, и это самое, нисколько, не меньше, и такие же, как были до туго. Вот это самое горькое, наверное, в жизни аллергиков, когда есть какой-то продукт, который нельзя всю жизнь употреблять, если это касается еды. Я хочу вот что еще сказать, что это самое, очень много сейчас, опять же, атопического дерматита на основе неиммунной фазы, это вызывают его гистаминолибераторы, вещества, которые способствуют выбросу гистамина из тучной клетки, но нет иммунной фазы, вот этой фазы иммуноглобулин Е, то есть антитела плюс антиген, нет этого понятия, а есть активация именно только тучной клетки, выброса гистамина и все. То есть здесь только убери этот продукт, и тебе будет хорошо, понимаете как? Вот что. То есть я бы сказала, даже процент атопического дерматита на основе веществ гистаминолибераторов гораздо больше, чем на основе собственной иммуноглобулиной Е, вот с ростом иммуноглобулиной Е, то, что происходит. Ну вот мы так подробно с вами остановились на одном из заболеваний. Второе заболевание, которое тоже не менее распространенное, если можно сказать, может быть, даже и более, значит, очень часто встречаемое заболевание, это крапивница. Допустим, различают, ну что такое вообще крапивница? Это поражение сосочкового слоя дермы с развитием уртикарных, так называемых, или волдырных, называют элементов высыпаний. Значит, различают острую крапивницу, это все то, что до 6 недель течет, и хроническую крапивницу, то, что свыше 6 недель. И, значит, довольно часто встречается отек квинки. Отек квинки – это уже поражение более глубоких слоев дермы, да, и, соответственно, подкожной клетчатки. По этиологии, то есть по причине возникновения этой патологии, значит, причина возникновения широка и разнообразна. Во-первых, это пищевые продукты, вот мы этого уже касались, это облигатные аллергены, которые часто встречаются, реакция на них очень частая, бывает, значит, и у большого количества людей. Это белок коровьего молока, который мы уже сегодня обсуждали, арахис, это белок куриного яйца, рыба. Шоколад. Шоколад. Клубника. Пшеничная мука. Даже мука. Ну да, это тоже очень частый облигатный аллерген. И второе в пищевых продуктах, вот то, что я уже сейчас тоже вам обозначила, это гистамина-либераторы. То есть это инородные для организма вещества, которые, значит, вызывают активацию тучной клетки и выброс боуф, которые, собственно, и активируют вот эти высыпания на коже. Это пищевые добавки, пищевые красители, это консерванты, то есть их очень много, и, значит, разнообразная палитра, что, как можно это выразиться, да, значит, и в каждом продукте сейчас присутствует огромное количество, я бы сказала. Вы знаете, вот недавно вычитала такое выражение, мне оно очень понравилось. Сегодня я съел этот продукт, а завтра я состою из этого, понимаете-ка. То есть вот это... Настолько эти вещества замещают? Абсолютно, что одно влияет на другое, то есть на самочувствие будет влиять количество токсинов, которые получил человек. Затем второе, значит, что тут? Лекарственные вещества тоже часто вызывают крапивницу. Это антибиотики, это витамины, это несыройные противовоспалительные, то есть это вот там все эти диклофенаки, которые мы пьем, там где-то заболел и так далее, да, вот, сыворотки тоже наиболее часто, значит, часто вызывают такие вещи. Затем третье, это инфекции. Какие, значит, что? Это вирусы, бактерии какие-то, грибы, простейшие там гельминты и так далее. Это вот сейчас мы подошли... Даже вирус может вызывать аллергию. Да, почему нет? Конечно. И четвёртое, это физические факторы. Это вот то, о чём мы с вами вначале там пытались поговорить. Это холодовая, так сказать, крапивница. Вот что вообще это такое? Давайте мы тогда вот всё, что касается каких-то внешних факторов, перенесём на следующую программу, потому что, к сожалению, время этого выпуска уже запрошилось. Очень много информации. Надежда Валентиновна сегодня вы дали нам. Итак, краткое резюме о том, что не все болезни, которые, не все симптомы даже, которые мы отмечаем из себя, не всё это столь поверхностно можно оценивать. Может быть, это всё последствия влияния каких-то аллергенов на организм человека. В этом всём нужно, на самом деле, полезно разбираться. Конечно, конечно. Для этого, пожалуйста, вот существует для этого профессия аллерголог-иммунолог. Пожалуйста, приходите. Очень важная, очень нужная сейчас, в настоящем времени профессия. Вот тоже предлагаю поговорить нам с вами в одной из следующих программ о том, почему так получается, что всё больше и больше мы подвержены аллергии, как раз с чего и начинала сегодняшнюю программу. А сегодня мы поговорили довольно подробно о... Об асопическом дерматите, кожной заболевании, кративнице. То, что касается дыхательного аппарата. Дыхательный аппарат, да, это очень интересно. Я бы хотела даже, знаете, не то, чтобы обратить внимание на бронхиальную астму, а вот именно более такие лёгкие варианты. Это респираторные аллергозы, да, которые пропускаются. Диагнозы не ставятся. Да, а непоставленные диагнозы – это неправильно назначенное лечение. Понимаете, и поэтому у нас идёт что? Увеличение количества бронхиальной астмы. Почему? Потому что диагноз не поставлен, а лечение не назначено. Это что? Мы идём к астме широким шагом. Вот для того, чтобы не идти к астме? Да, конечно. Наверное, рекомендовано большинству людей пройти тесты, чтобы выявить свои аллергены. Правильно? Пожалуйста, приходите. Это полезно. Мы всегда поможем и гарантируем индивидуальный подход каждому. Да, спасибо. А сегодня у нас в гостях была Надежда Валентиновна Шубина, аллерголог, иммунолог. Надежда Валентиновна, спасибо большое. Да, и скажем, где вас можно найти? Как вам можно обратиться? Расскажите. Я работаю в Афлоцентре. Пожалуйста, звоните. Есть кулцентр, в котором вы можете получить всю информацию. Спасибо большое ещё раз и ждём вас в следующих программах. Всего доброго. Будьте здоровы. Также. Всего доброго. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.